Здравствуйте! Сегодня я покажу обзор материалов, которые вам понадобятся для того, чтобы вырезать что-то из фетра. Первое это прямые ножницы, которые будем резать ровные края. Второе это маникюрные ножницы, использую с закругленными краешками. Фигурные ножницы, которые режут зигзаг. Вот так они выглядят. Далее фигурные ножницы, волна, дырокол с разными диаметрами дырочек, циркуль, канцелярский нож, клей для ткани, исчезающий маркер и скотч. Также нам понадобятся линейки с вот такими кружочками и металлическая линейка, чтобы резать по прямой. Первое я покажу, как можно вырезать большую деталь. Мы используем булавки, прикалываем выкройку к фетру. И прямыми ножницами вырезаем по контуру. Этот способ удобный только если вам нужно вырезать что-то большого размера. У меня большой кусок фетра, поэтому сначала мне здесь было удобнее вырезать так приблизительно по контуру. И потом уже обрезать-вырезать вот эти вот иголочки у ёжика. Пальцем придерживаю выкройку, где не приколано. И вырезаем вот таким образом. Снимаем булавки. Готово. Не забываем про припуск. Я использую исчезающий маркер. Обвожу выкройку по контуру. Отмечаем глазки и рот. Поскольку здесь окаты широкие, поэтому я использую обычные прямые ножницы. И уже здесь по контуру маркера вырезаем из фетра голову для ёжика, в данном случае. Вот и получилось. Следующий способ это скотч. Если вы вырезаете что-то мелкое, как, например, цифры здесь у меня или буквы, используйте скотч. Скотчем приклеиваем вот так вот к фетру. Я использую ножницы с округлыми краешками, чтобы вырезать цифру, поскольку она здесь такая, вот за округленные краешки здесь. Вырезаем по периметру, не задевая выкройку, то есть режем только фетр. Вот у нас такое получилось. Теперь, чтобы сделать дырочку в цифре, я использую дырокол. Выбираем нужный размер. Ставим вот так, смотрим, чтобы приблизительно посередине было. Таким образом можно даже сделать, например, если вы делаете мухомор-гриб, вырезать из красного цвета шляпку и дыроколом дырочки сделать, и под ней уже будет, например, фетр белого цвета. Так получится мухомор с белыми точечками. Вот таким образом получилась дырочка у нас. Если у вас дырокола нет, возьмите тогда нитку контрастную и в цифре или буква, или что это будет у вас, просто сделать вместо дырочки вот такой маленький крестик. Так будет достаточно. Закрепляем с обратной стороны, с изнанки. Вставляем кончик и подпаливаем его, чтобы нитка расплавилась. Вот так выглядит с изнанки. Это лицо. Теперь вырезаем двойные буквы. Я такой метод использую для букв, когда на обложке имя делаем. Первую букву приклеиваем скотчем к фетру. Поскольку буква у меня с прямыми краешками, я использую прямые ножницы. Вырезаем аккуратно, поскольку буква маленькая, даже если что-то где-то пойдет криво, это будет очень заметно. Поэтому нужно очень аккуратно, здесь не спеша. Вот получилась такая буква. Теперь берем фетр другого цвета, используем клей для ткани, для текстильных клей он еще называется. С изнаночной стороны буквы, здесь главное не перепутать, намазываем клеем и приклеиваем к фетру. Оставляем подсушиться. Вот теперь у меня клей высох. И теперь будем вырезать только нижний желтый фетр, оставляя краешек около 2 мм. Можно также фигурными ножницами обрезать, тогда краешек будет фигурным. И по всему периметру оставляю 2 мм. Край. Тоже здесь очень аккуратно. Вот что получилось. Теперь пристрачивать я буду только красный фетр по периметру 1 мм. Еще такой совет. Если у вас темный фетр, вот если я нарисую маркером, мне очень хорошо видно и вырезать не очень удобно. Поэтому если темный фетр, лучше всего, конечно, использовать скотч. И как обычно вырезаем по краю. Только фетр. Теперь я покажу, как вырезать круглую деталь. Первый вариант. Можно использовать линейку, нарисовать на бумаге кружок, вырезать его. И скотчем приклеить к фетру. Можно вырезать обычными ножницами с округлыми кончиками. Если у вас кружок достаточно большого размера, то можно использовать циркуль. Я вставляю маркер, исчезающий маркер в циркуль. Закрепляю, проверяем кончики, чтобы ровно было. Закрепляем маркер. Так можно подправить, он внутри очень хорошо держится. И уже нам необходимого диаметра рисуем на фетре кружок. И теперь, в данном случае, я вырезаю фигурными ножницами по периметру. Подравниваем краешек. Вот таким образом. Этот кружок я вырежу ножницами зигзага. Теперь используем канцелярский нож, если нам нужно вырезать большую деталь, либо подровнять фетр по прямой линии. Вот такой получается ровный край. Подравниваем верхний край. Теперь нужно отрезать перпендикулярно. Вот так. И так далее, если смотря, какие нужны размеры. Надеюсь, мой мастер-класс был полезен. Спасибо за внимание. До свидания.